Информационное служение «Спектр» открывает новый сезон. И нет ничего приятнее, чем начать его с праздника. 2 сентября Христианская Церковь Страна Свободы отмечала свой пятый день рождения. Ровно пять лет назад начала собираться совсем маленькая группа верующих, которые посвятили свою жизнь Богу. И Бог благословил. Сейчас Церковь Страна Свободы выросла и продолжает расти и приносить плоды для Господа. За это время открыто три поместных церкви в центральной части России. Активно развивается служение реабилитации. Вот и состоялось это праздничное долгожданное событие. День рождения нашей Церкви. Церкви Страна Свободы. Сегодня нам исполнилось пять лет. И в этот день Господь благословил еще пасторов на служение в этом городе и в других городах Российской Федерации. Мы благодарны Богу за это доверие и за это благословение. И я уверен, что мы сможем сделать еще больше для Бога и для всех людей, живущих в нашей стране. Особым гостем праздника стал начальствующий епископ РосХВЕ Сергей Риховский. Совместно с епископом Павлом Баком они провели торжественную церемонию рукоположения на пасторское служение молодых служителей Церкви, которые в ближайшее время откроют новые церкви в разных уголках нашей страны. Праздник хороший, добрый, благословенный. И, во-первых, юбилей Церкви. Пять лет немного, но это очень важный этап, как написано в Священном Писании, поставь себе путевые знаки и столбы. Это очередной столб в победе, который дарует Господь. Я очень рад и благодарен Господу за то, что я вижу растущую, динамичную, живую Церковь. Я очень благодарен за рукоположение Господу. Мы сегодня рукоположили пастыри и реабилитации, и служение Церкви, и на миссии. Я уверен, что здесь колоссальный духовный потенциал. И все, кто сегодня пели, молились, говорили, все говорили в одно, как расширить и умножить Царство Божие. Я очень благодарен Господу за Алексея, за его верность, за посвящение, за его драгоценную супругу, за его семью, за всю команду, которая служит здесь для Царства Божия. Слава Богу! И верю, что пройдут еще годы, если Господь сохранит нашу жизнь, и не будет второго происшествия, мы увидим мощную, динамично развивающую Церковь, которая в семье Московских Церквей, в семье Российских Церквей и во Вселенской Церкви. Благодарю Бога за них! Церковь тоже подготовилась к празднику. Дети и подростки приготовили поздравительный танец. Главным подарком для Церкви в этот день стало покаяние людей. 18 человек откликнулись на призыв и приняли Иисуса своим Господом и Спасителем. Дорогая Церковь, поздравляю тебя с пятилетним юбилеем. Желаю всем братьям и сестрам здоровья, счастья, любви, процветания. Пастору нашему большое спасибо за все благословение ему, его семье, его детям, его родителям. Всем счастья, здоровья и любви. Дорогая Церковь, я поздравляю тебя с этим замечательным днем, с днем рождения Церкви, пятилетиям. Я желаю тебе процветания, успеха. Я желаю тебе, чтобы Божий народ, он присоединялся сюда, люди здесь спасались в этой Церкви. Я также поздравляю пастора Алексея. Я желаю ему крепкости духа. Я прошу, чтобы Господь, он давал тебе сил. Поздравляю тебя с пятилетием. Спасибо. Дорогая Церковь, я благодарю тебя за все, что ты сделала уже в моей жизни, потому что моя семья и мой ребенок – это плод твоего служения. Я благодарю пастора и всю его семью, потому что я пришел сюда уже пять лет назад и был никем, и реально умирал. Но сегодня я живу, я имею семью, я имею ребенка. За все благодарю Церковь Страна Свободы и лично пастора Алексея Новикова. Спасибо. Информационное служение «Спектр», Москва.